Привет, друзья! Порылся я у себя в старых вещах и нашел вот такую вот бесценную коллекцию с детства. Предлагаю вспомнить те года, вспомнить эмоции и настроения, с которыми ассоциируются вот эти вот потрепанные бумажки. Начнем даже с самого пакетика. Это, кстати, оригинальный пакетик от коллекции. Помните, делалось это паяльником? И, наверное, у всех были такие же такие же холдеры, будем говорить, как они сейчас называются. И сама коллекция тоже потрепанная, потому что, если помните, кому-то для того, чтобы собрать ее, нужно было купить много жвачек, у кого была такая возможность, а кто-то их выигрывал, менялся, собирал. Вот, в общем-то, я больше, скажем так, времени и энергии тратил на коллекционирование, чем денег на жвачки. Так что у меня не самая новая коллекция. Кстати, именно эта еще и не полная. Если вам интересно, если вам нравится, пишите, ставьте лайки. Посмотрим еще некоторые пачки, которые я нашел в чулане, так сказать, да, там есть и турбо-классики, турбо-спорт и турбо-супер, но начнем с бомби-бомов. Помните, квадратные такие жвачки с дынным вкусом и запахом в основном. Итак, номер один. Ferrari 328 GTB. Обратите внимание, что информации дается не так много. Максимальная скорость, объем двигателя, по-турецки, я так, насколько понимаю, написано, и модельный год. Что интересно, если сейчас сверить эти характеристики, там, с нашим каталогом на инфокаре, то видно, что тогда писали некоторые цифры вообще от балды. И, в общем-то, как раз цифра максимальной скорости, это то, чем как раз тогда можно было больше всего впечатлить нас, детей, и ее мы обсуждали больше всего. Некоторые машины здесь вообще для меня сегодня уже незнакомы, я их забыл, и не помню, появились ли они потом, были ли, вообще существовали, или это были просто концепты. Но в бомби-бом, в основном, если помните, опять же, были в основном серийные тачки. BMW M3. Таких моделей несколько в коллекции, под разными номерами, разного цвета, скажем так, и стиля машины. 2,3 мотор, здесь 250 максималка. Почти все машины здесь с 90-го года. 944-й Porsche Turbo. Кстати, вот такие машины можно еще поискать в нормальном состоянии. Это одна из тех тачек, которые можно было называть Porsche для бедных. Подклеен скотчем вкладыш Ferrari F40 с 4-х литровым мотором и 324 максималка. Помните, как мы тогда воспринимали эту цифру, когда там отцовские Жигули разгонялись, в лучшем случае, до 160, а тут 324, это в два раза быстрее, чем Жигули. Вот я как-то так это запомнил. Опять BMW M3. С другого ракурса. Чуть другая фотография, но как видите, тоже чем новее вкладыш здесь, значит, тем легче его было достать. Может быть, у меня было даже несколько, поэтому я оставил себе что-то в лучшем состоянии. А самые редкие варианты совсем потрепанные, хоть как-то. 5,7 мотор Pantera GT5S. Что это за машина, я уже не помню. Zagato. Это в тот же разряд. Напишите в комментариях, если знаете, что это за тачка, если помните ее. Также так и Geo Metro. Что это? Индиец, китаец. Нет, китаец тогда еще, наверное, не делали машины в 90-х. В начале 90-х. Ну, по крайней мере, такие. Alfa Romeo. Просто без указания модели. Десятый номер. Двухлитровый мотор. 207 максималка. Volkswagen GTI. Видите, турки писали просто W. Этого было достаточно, по их мнению. И, обратите внимание, немножко смазанная фотка, смазанный номер. Вот такая эта фотография и была. Хорошо ее помню. Амфибия, напоминающая нашу волынянку. Мы тогда долго рассматривали фотографию, пытались понять, может ли она действительно плавать, что это вообще за тачка, серийная она или нет. Но, судя по всему, да. Уродец Alfa Romeo. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, напишите, но Alfa Romeo одни из самых красивых машин, но это явно не лучший их представитель. Джинетто. Porsche 911 с мотором 3.6, атмосферным. Отличная тачка. Сейчас уже стоит дурных денег, как коллекционная. Ford RS 200. Вот интересно, что стоит дороже сейчас. Я имею в виду не вкладыши, а машины в хорошем состоянии, если их найти, 911, 89 года или RS 290. Ferrari Testrosa. 5-литровый мотор, 290 км в час. Вот странная машина с тюнинг-стерлинг. Напомните мне, что это? Даже два вкладыша, 1.8, но 240, при этом максималка, судя по всему, какой-то сумасшедший концепт. И вот мечта, которая до сих пор во мне живет, 850-я BMW с 4.9 мотором, с автоматом, с выдвигающимися слепыми фарами. Сейчас, чтобы заиметь такую машину в более-менее нормальном виде, нужно где-то 20-ку выложить, и то придется еще поискать. BMW M3. Опять же, тоже 90-го года, но с 3-х литровым мотором. Я не знаю, что здесь делает Fiat Uno Turbo, наверное, потому что он Turbo. А был ли он на самом деле Turbo? Ну, я думаю, с мотором-то 1.3. Alfa Romeo. Мы все время сравнивали ее с Porsche тогда, в детстве, и говорили, что, может быть, это такая модель Porsche. Corvette, без уточнения модели, но с мотором 5.7. 535-я Beha, Lotus, Spirit Turbo, Ferrari, тоже, не надо указывать модель, просто Ferrari. Opel Omega. Вот это была, наверное, самая знакомая нам тогда модель. По дворам таких машин стояло много. Ну, не всегда с 2.4, конечно, не всегда с таким спойлером, но было, как и Mercedes. А вот это была гроза. Тогда как раз было время таких машин, помните, уже середина 90-х. Это было лучшее, что могло заехать во двор. И Rolls-Royce. Именно по вот этим вот фотографиям и складывалось тогда наше представление о том, что такое Rolls-Royce, как он выглядит. И второй вариант, это было то, что мы видели в мультике «Ути на историю» с Круджа Макдака, который тоже ездил на Rolls-Royce. BMW 318, Jaguar XJS, Porsche 944 Turbo, снова уже была. В другом ракурсе, Lamborghini Countach. Тут все ясно. 5.2 мотор. Pontiac какой-то. 3.8. Опять Ferrari Testarossa. Только смотрите, тогда Testarossa было с буквой «Е», теперь Testarossa она уже у турков. Вот этот вкладыш, помню больше всего. Мне он попался первым. Это Eagle SS, мотором 2.8. Интернета тогда не было проверить. Это было особо негде. И вот таким же загадочным для нас тогда был вот этот вот концепт Minivan ZEG. Что это? Где это? Бросьте ссылку, если найдете. Ford GT. Ну, здесь все понятно. Peugeot 205. Опять же, из тех машин, которые непонятно, что делать в этой коллекции. Хотя красная полосочка нам говорит о том, что это, наверное, GTI. Mitsubishi Stereo Turbo. Ace Mi 3000, но мотор 1.8. Но мотор 1.8. Интересно. Максималка 190. Volkswagen Passat. Это та тачка, которая для Volkswagen завоевала имидж неубиваемого бренда, который до сих пор некоторые модели не могут никак разрушить. Phoenix. Что за Phoenix? Уже не помню. Porsche Turbo. Мы понимаем, что это 911. Audi. Quattro, что ли? Toyota V6. Видимо, V8 в их понимании это был большой крузер. Уже сотый. Хотя сотый, сотый, сотый. Это 80-ка, что ли? Ferrari 348. Porsche 944 Turbo. Lincoln. Вот такая машина стояла когда-то на троечине возле школы. На двери у нее были кнопочки с цифрами. Мы всегда думали, что это код. Нужно набрать нужную комбинацию. Тачка откроется. Но так нам это и не удалось тогда сделать. И вот Ford Fiesta. Вот эта тачка точно здесь случайно. Camaro Z28 в прыжке. Volkswagen Carado и в конце концов Lincoln под номером 58. Если помните, по 60 вкладышей было обычно в коллекции. К сожалению, моя не полная. И опять же, если интересно, если наставите кучу лайков и поделитесь видосом, покажу вам еще Turbo Sport. Turbo Classic. Turbo... Это что уже? Я даже не помню. Turbo Super, наверное. Как-то так. И вот это самое интересное, потому что здесь как раз спрятаны концепты и прототипы тех времен, некоторые из которых все-таки стали потом популярными тачками. Спасибо, что смотрели. Простите, что отвлекаю на чепуху. Увидимся. Увидимся.